Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». С вами Ольга Алексеева. Фильм чувашского режиссера Алекса Плата был признан лучшим международным документальным фильмом на кинофестивале в Лос-Анджелесе. Жюри рассмотрело 300 работ. Фильм наших земляков о войне одержал победу. Итак, знакомьтесь, гости нашей программы Алексей Гордеев, звукорежиссер и композитор фильма. Здравствуйте! И Александр Невский, главный герой фильма. Добрый день! Алексей Николаевич, фильм был снят к 75-й годовщине Великой Победы. Почему вы выбрали именно такую тематику? Ну, День Победы для нашего народа – это священный праздник, даже по более Нового года. И тем более к юбилейной дате – 75 лет. И чтобы мы не сбывали подвиг наших дедов и отцов, мы выбрали такую тему – тему о войне. Фильм основан на реальных событиях, таких историй, историй, рассказов о Великой Отечественной – миллионы. То есть дети, воспоминания детей, реальные истории. Саша, в фильме ты был главным героем. В чем была твоя задача основная? Хотелось бы начать с того, что я снимался не один. Благодаря остальным ребятам, которые тоже приняли участие в данной съемке – мои друзья, мои близкие люди. Без них бы этот фильм не вышел в свет, не прошел бы на кинофестивале федерального уровня и на кинофестивале международного уровня, на кинофестиваль Марины Далерей, и тем более бы не выиграл в категории лучший зарубежный документальный фильм. Сложно было на площадке съемочной? Вот что для тебя было самое сложное? Если сравнивать с тем, как было трудно нашим прадедушкам и прабабушкам в годы Великой Отечественной войны, мне было абсолютно несложно. Эти вещи не сравниваются никогда. Для многих, как мне кажется, эти истории воспринимаются близко к сердцу, потому что это общая история, общая история всех людей, которые жили и живут сейчас на этой территории, на Нижней России. Это была наша война. Что ж, хорошо. Предлагаю сейчас вместе с телезрителями посмотреть фрагменты этого замечательного фильма. Сожженные деревни и города, бесконечные бомбежки, расстрел мирного населения, блокадный Ленинград и ужасы концлагерей – все это устами людей, которые прошли войну. Я очень маленький была. Запомнила. Очень тяжело было. Все герои фильма – жители Чувашии. От их имени ведут рассказ об ужасах войны и перенесенных страданиях обычной школьники. Главному герою фильма Александру Баргану 13 лет. Это его вторая работа в кино. По мнению Александра, именно в таких фильмах особенно остро нуждается подрастающее поколение. Подрастающее поколение думает, что война – это компьютерные игры. Но если больше углубляться, то война – это когда людям нечего есть, негде жить. Когда мне первый раз дали почитать сценарий, меня переполняли чувства. Я не думала, что страдания были в таких огромных масштабах. Съемки документального фильма «Запечатленные временем» проходили в деревне Большие Котяки Чебоксарского района и в Новочебоксарске с декабря 2018 года по май 2019. Автор сценария и режиссер – Алекс Платт. Больше всего мне запомнилась история про мальчика, которому было меньше трех лет. К нему зашли в дом и буквально истребили всех жителей его семьи. Но мальчик не сдавался и шел вперед, искал своего отца. Для меня эти истории очень близки, потому что я тоже потеряла своих прадедов и прабабушек. Пронзительный и глубокий фильм о времени, судьбе своей и целой страны. Это тот самый случай, когда о патриотизме говорить не надо. О нем все сказано в картине молодого режиссера. Алексей Николаевич, на кинофестивале было заявлено более 300 работ со всего мира. Вы говорили, что после просмотра американские зрители даже плакали. Как вам удалось добиться такого результата? Я все-таки думаю, что здесь заслуга всех людей, которые работали над данным фильмом. Это операторы, режиссеры. Немаловажна здесь работа композитора. Без музыки и фильма не бывает. Я думаю, что совокупность этого всего и привела к нашей победе. А это победа. Чтобы ни один фильм еще с Чуваши не уходил так далеко, как ушел наш фильм. Но плакали люди, которые в зале смотрели этот фильм. Ну, везде, как говорится. Есть люди с сердцем, которые тоже понимают. Да, все мы люди. Нам всем присуще сострадание. И мы все переживаем, переживаем за героев. Как вы подбирали музыку? Это же не единственный фильм, которому вы писали музыку. Вы подбирали. Как к этому фильму? Какая-то особа была работа произведена? Да. Когда я начинал работу над этим фильмом, вот я посмотрел первые кадры. Меня очень тронула игра детей. У меня наворачивались слезы, когда я начинал писать. То есть я вжился в эту атмосферу. И потом, собственно, начинается работа по перебору сэмплов, звуков. И это долгий и мучительный процесс, синтез новых звуков. Но вам это удалось, раз вы одержали победу. Да, да. Спасибо, нам это удалось. Поздравляем вас еще раз. Потом я воссоздал каждый звук той хроники, той войны. Вот, выстрелы автоматов, пушек, танков и тишину блокадного Ленинграда. Вот, ужасные кадры блокады. Саша, насколько ты считаешь, такие фильмы нужны вообще молодежи? Нужны ли такие фильмы? Такие фильмы, как наш «Запричневый временем», они, безусловно, очень важны для поколения сегодняшнего, для моих сверстников. Чтобы они понимали, что такое истинный патриотизм, чтобы осознавали, что такое истинный патриотизм. Чтобы их сознание двигалось в сторону служения Отечеству. А вы как считаете, Алексей Николаевич, нужны такие фильмы? Я считаю, конечно, нужны. То есть открываются новые исторические факты о той войне, раскрываются архивы, появляются новые данные. И в последнее время поднимает голову опять этот недобитый фашизм по всему миру. Это что такое? Поэтому необходимо нравственное воспитание подрастающего поколения, чтобы такого никогда больше в жизни не повторилось. Все те ужасы, которые пережил наш народ. Поэтому данные фильмы нужны и будут всегда нужны, и еще на долгие поколения вперед, актуальны в нашем обществе. Еще такой вопрос. Тяжело было попасть на международный кинофестиваль? Ну, конечно, конечно, тяжело. Была задача попасть хотя бы в шорт-лист Лос-Анджелесского кинофестиваля. Марину Далерой. Да, но нам удалось не только попасть в шорт-лист, но и победить. Это для нас грандиозная победа. Мы очень гордимся данной победой. Мы тоже вами гордимся. И, Саша, вопрос к тебе. Это не первый фильм, в котором ты снялся. Какие-то планы на будущее у тебя есть? Да, это не первая моя работа, в которой я сыграла роль. Первая работа, как вы, наверное, уже поняли, это «Дом, колышущийся сосен». Который тоже получил много наград. Да, достаточно было наград. Сейчас вторая работа – это фильм о «Великой тяжественной войне. Запечатленный временем». Если мы говорим о моем будущем в киноиндустрии, то мне, наверное, бы хотелось рассказать моим сверстникам о истинных жизненных ценностях, о науке. Хотелось бы рассказать о религии и о семейных ценностях, о ценностях жизни. Что ж, очень хорошая тема. Ты себе выбрал, определил на будущее. Мы будем ждать с нетерпением. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Приходите еще. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». С вами была Ольга Алексеева. Помните свою историю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok